Значит, я хочу поговорить о возможности преподавания Библии в школах. Значит, мы знаем, что недели три назад президент Санкт-Петербургского университета, бывший ректор Людмила Вербицкая предложила в школах преподавать Библию. Но не преподавать при этом «Войну и мир», например, в частности. Вербицкая так предложила? Да, Вербицкая предложила, да. Это был некий определенного рода шум, связанный в первую очередь с тем, что сейчас народ настроен на удивление антиклирикально. Вот сейчас почему-то. Вообще говоря, изначально эта идея, мне кажется, глубоко правильной. Ну, во-первых, почему? Ну, потому что человек приходит, например, в любую картинную галерею, например, в Эрмитаж, и видит в ней сюжеты, связанные, в первую очередь, с различного рода библейскими, видит картины, связанные с библейскими сюжетами. То есть, по большому счету, я бы даже так сказал, где-то процента 85-90-го всего изобразительного искусства, ну, ранее 19 века, они связаны с двумя текстами. Первое – это Библия, а второе – это история Геродота. Если мы эти два текста фундаментальных знаем, то, значит, получается, что нам, по крайней мере, то, что там нарисовано, становится более-менее понятным. Вообще говоря, наша цивилизация наносит откровенно христианский характер, поэтому знание основополагающих текстов – это означает, что ты находишься в поле некого культурного контекста. Ты в этом культурном контексте приходишь, и тебе он становится понятнее и недоступен. А если ты этих сюжетов не знаешь, то ты оказываешься вне этого контекста. Я неоднократно проводил над людьми эксперимент, и знаю, что большинство тех, кто считает себя православными христианами в нашей стране, не знают количества евангелистов, не говоря о том, как их зовут. Это эмпирический факт. То есть, сколько евангелистов, они не знают. Нового Завета они не читали, Библию они не читали. Нужно ли преподавать всю библейскую историю целиком? Значит, нет, нужно преподавать, на мой взгляд, две группы книг. Первая – это предпятикнижение Моисея. А вторая – это, собственно, Евангелие. То есть, четыре писания, написанные Лукой, Матфеем, Марком, Иоанном. Сюжеты переложены в свободном форме. Ну вот, на самом деле, не очень хорошо. С одной стороны, то, что ты говоришь, это имеет место быть. А во-вторых, он имеет место быть и значит что-то противоположное. Но в чем здесь особость? Если мы будем преподавать текст как таковой, если мы будем преподавать текст как таковой, я полагаю, что все, что мы сделаем, воспитаем новое поколение антисемитов, в первую очередь. А не обязательно. А кого еще? Ну так смотря как это. Вот это на любви вас. Нет, если человек возьмет и просто прочитает этот текст, то антисемитизм и антиклерикализм, то есть атеизм и антисемитизм, они обязательны. Ну всегда же, на самом деле, каждый раз объясняют, что это древние времена, древние, дикие люди там. Ну, какие-то там дичьи. Вот это правильно. Ну, в конце концов, у нас же тоже, когда историю просто преподают. Да, но тогда то, что ты предлагаешь, это ты предлагаешь его преподавать с самого начала в неком исключительном атеистическом ключе. Атеистическом и историческом ключе. О каком? Ведь все же понимают, что тексты Нового Заветного и Ветхого Завета ни в коем случае не гиперпола, а это текст как бы прямого действия для верующего христианина. Ясно, для человека, который занимается этим произведением как памятником литературы, если ты его преподаешь как памятник литературы, то, что ты предлагаешь. Ну, историю трудно, трудно его преподавать. Или памятник истории. Если как-то памятник литературы преподаешь, да, к этому можно относиться, но это с самого начала будет определенного рода атеистическая установка. Преподавать Библию как памятник литературы, это означает с самого начала находиться на атеистической позиции. Вот что я хочу сказать. Но это не обязательно на самом деле, как вам. Еще я говорю, много же есть исследователей, которые Библию исследуют просто как исторические документы. Это да. Там много есть во всяких контекстах. И следует, да, и следует. Но в любом случае, если ты подносишься, как я говорил, в Библии, как к художественному памятнику... Просто слово «атеизм» — это как бы некая форма уже специально. Ну, это форма неверия. Это форма как бы все-таки неверия. Потому что если для тебя Библия является документом прямого действия, то она для тебя не является уже в этом смысле литературным памятником. Достоевского тоже может читать «Не верить Бога». Да, Достоевского читать можно, потому что в основе его лежит... В основе его лежит подобного рода установка, связанная с тем, что мы читаем художественное произведение. Мы с самого начала читаем Достоевского как автора художественного произведения. Если мы с самого начала читаем Библию как художественное произведение, то это, безусловно, определенного рода атеистическая установка, я полагаю. Можно читать какие-то... Сколько я говорю, не знаю, зарастрийские какие-то тексты. Можно. Буддийские тексты. Это не надо быть буддистом, да? не надо, но для этого а исторический документ ты можешь так как исторический документ это означает, что ты при этом не буддист и означает, что ты не зарастрец с самого начала твоя такая фундаментальная установка не дравимую позицию занимать хотите-то верьте хотите-то не верьте, это ваша уже отдельная я-то как раз полагаю, что изначально что если ты относишься к Библии как пособие по ходу в картинную галерею или что-либо еще то таким образом ты оказываешься в некоторой ситуации и опять, когда ты прочитываешь про определенного рода народ божий народ, богоизбранный всякие смешные вещи типа того, что Моисей сказал им всем что завтра мы убежим и тогда попросил каждую еврейскую женщину зайти к ее соседке египтянке и собрать у нее типа на праздник все лучшие золотые вещи в надежде, что они оттуда сразу же убегут они собрали их эти золотые вещи и вместе с ними убежали безусловно когда тебе полагается что относительно того человека кто не является не принадлежит твоему роду племени допустима любая подлость его можно убить уничтожить и любая рода хитрости пропагандируют свою идею что это текст прямого действия это не так потому что если бы был текст прямого действия то это был бы просто фашизм да, да там буквально говорят идите на тетой земле да, конечно да, да это очень замечательно это же не такой текст почему не такой это не риторический не символический не риторический не исторический текст ему нельзя относиться так потому что иначе надо было бы применить закон А разжигание междунациональной розы Да, поэтому, например, некоторые люди Например, Невзор, когда давным-давно говорил Что умиляться по поводу Библии И желать ее преподавания школ в качестве закона Божьего Могут только те люди, которые никто никогда не читал Понятно, нам ужасов много Но у многих книг много ужасов Да, это действительно Нельзя отрицать, что Ветхий Завет В лице пяти книжек Моисея откровенно фашистский текст Я говорю, у многих древних текстов таковы Какие-то ликведы там Буддийских, может быть, нет Там, где есть какая-то историческая основа Я читал Махабхарату и Рамаяну По-моему, в переводе Машака Может быть, я не прав Может, в чем-то другом переводе читал Давным-давно Я могу сказать, что они совершенно выглядят Вегетарианским образом, как такие милые сказочки На основании Библии По сравнению с Библией, особенно с пятикнижием Моисеевой Такова ситуация Но, с другой стороны, ведь можно сказать, что этот текст Что, кстати, никто этого не понимает Он является священным для всех господствующих трех А то и четырех у нас авраамеистических религий В первую очередь для ислама Для иудаизма И для христиан Это означает, что читать его вот так вот, как просто литературу, типа нельзя Должен быть обязательно кто-то, кто разбирается в этом тексте, кто правильно его интерпретирует Причем, как бы, да, христиане добавляют, что обязательно с присутствием Святого Духа То есть просто так вот Считать его невозможно Надо как бы сначала как-то приготовиться Для этого требуется, в общем-то, вдохновение Да, то есть ты выступаешь против преподавания Библии и литературы Если преподавать его как исторический текст До него относиться исторически Каждый исторический период, условия, как бы, были разные И то, что позволено, и то, что считалось нормальным Оно как бы, ну, как бы, в различных исторических периодах разное Да Можно вспомнить просто историю И даже близко небиблейские темы Тем не менее, там тоже ужасы присутствуют Ну, это ужасы существуют Но вот такие, как и прямого действия Что, по идее, всех убей По идее, всех обкради По идее, всех обмани И это угодно Богу Вот еще такого нету в городах Ну, вот совсем Нет, ну, это же просто значит, что ювейский натоизбор Ну, как бы, а все остальные муроки Да, это понятно Поэтому я и говорю, что Библия, как таковая Она сейчас Ее попытка преподавать в школе, как ни странно Особенно Пятикнижей Моисе Приведет к тому, что будет создано поколение людей Атеистов, а и бэ, одессимит Ну, вот такая есть опасность Есть такая, может, опасность Если преподавать ее неверно Но как-то верно Все равно человек Если человек будет читать Вот он откроет вот эти места Особенно про Моисея И прочтет Ну, что делать-то? Прочтет он вот эту историю С умыканием всего золота Еврейками у египтян Ну, прочтет он ее Надо как-то относиться исторически Да, сказать, что это было тогда Что с той поры завет Моисея Народа его избранного С Богом изменился И Бог ему рекомендует совершенно другие вещи И это совершенно не хитрость Со стороны Бога избранного народа Да, не хитрость теперь Вот то, что ты и общаешься Это не хитрость Современные евреи совершенно такие А то, что они Современные евреи, можно сказать Вообще никакого отношения к тем, кто этого не имеет Ну, это само собой Это само собой Конечно, не имеет Тем более Нет, но Они же пытаются исповедовать Для них пяти книжек И является священным Текстом из тех священных Могу сказать, что все в Евангелии Слово евреи упоминается один раз Это да Это да Это называется Посланник евреи Да Ну, это Есть Конечно Есть Есть определенного рода Идея А кто-то Кто-то Рекомендовал Значит Кто-то Рекомендовал Пяти книжек Моисея Вы не изучаете Изучать только Евангелие Ну, тоже подход Потому что Евангелие Текст вегетарианский По отношению С пяти книжек Моисеевым Он не связан Читать его легко Вообще говоря Как художник Как завлекательное чтиво Развлечение То гораздо Пяти книжек Моисеева И Евангелие Они гораздо Проще для человека Чем военная мера Поэтому они более доступны Ну, проще их читать Интереснее Проще Потому что Это же какой же уровень Надо иметь Чтобы Преступление И наказание А в школе прочитать А Б Им еще искренне Восторгаться Это большая редкость На самом деле Большинство Его не читают Его не понимают Преподаватели Литературы Не в состоянии Понять Что там написано Ни их уровень Такова вот эта Значит Эта ситуация Но почему Их сохраняют В этом В образовании А как Некоторую вершину То есть предлагают Людям Некоторую вершину Которую люди Могут попытаться Взять А могут попытаться И не взять В большинстве случаев Не возьмут Но кто-то возьмет Вот с этой точки зрения Библия То есть Пятикнижение Моисеева И Значит И Новый Завет Это вершина Гораздо ниже Если там был Как бы Эверест То это Какой-нибудь Монблан Всего лишь То есть Два раза пониже То есть Оно доступно Большему количеству Школьников Но существует Повторяю Еще определенную Опасность Прочитать Отнестись К этому тексту Предельно серьезно Если мы относимся К пятикнижью Предельно серьезно То мы оказываемся В ситуации Что мы можем Воспитать Поколение Людей Этих Антисемитские И антирелигиозные Настроены Ты знаешь На что похожая речь Речь похожа на то Что если Поэтическим текстам Относиться Прямолинейно То есть Не рассматривать Как метафор Там можно Вообще Такую Пилиберды найти Все Понимаешь Как это там Есть же понятие Метафора Да Но вот это и есть Позиция к тексту С самого начала Ты планируешь К нему Атеистическую установку Если для тебя Библия Это метафора То это Установка атеистическая Есть специально Разработанная Богостройка По того Как оправдать Такое отношение Оно сводится к тому Что человек был Зверский Хотя бы Если бы для этого Человека было возможно Хотя бы чуть-чуть Подняться над своей Как бы Звериной сущностью Уже хорошо То есть Бог как бы Двигает человека По пути к некой Добродетели Высшей Ну Да Но при этом Постепенно к этапу Да Но при этом Он в зверином мире Нашел народ С которым можно было Работать Как бы И начин с ним работать Нет От времени Истребляет человечество В исключении Двух-трех Хоусобей Ну там Но я с этими А двигатель Поскольку он создал Как бы Как создатель Он имеет право Истреблять Ну это да Ну вот я и говорю Что атеистами сделают И бога ненавистника Воспитывать так не можно Чего не двигать Чего не стесня Если ты как бы Собрал этот компьютер Как бы Потом его разобрал Ты что Компьютер ненавистник что ли Ну если Если компьютер Если я Компьютер могу подумать Если компьютер Может по ней Компьютер ненавистник Это же не так Как бы Это создатель Создал этот человек А потом Как бы Обрек Обрек Он на пыль И мучение И мучение И потом Потом как бы Начался новый путь Как у нас в школе Учат И пряникам И кнутом Если ты правильным путем Пряник дают Оценку высокой Смерть То кнут Ну немножко Так раньше Буквально кнутом То есть Просто брали И шпицер Буквально пароли Сейчас не порят Но как бы Есть всякие роды Приемы Представляете Что-то делать Ну да Выдающаяся Гументальная технология Ну типа того Вот такова что-то Так если Бог Если Бог Что называется Кнутом и пряником Тогда Куда девается Свобода воли Человек Он же подобие Если мы подобие Это получается Что он убивает Тебе подобных Бога Володя Ты же не понимаешь Что в человеке Есть некий Это Некий путь А человек не сразу Родился Как бы Прямо Со всеми Своими способностями Это Некий путь Правильно И вот он как бы Должен Как бы Этот путь пройти Там Первоначальник этапов Он просто Имеет звериное блеще Во-первых Почему должен Не держись ты за эту дверь Звериное блеще Нет Во-первых Нет никакого Долженствования У человека Нет Ну как же Бог Бог же как раз Хочет видеть Он создав Создал человека Каких-то Своих целей Человек Уклонился От воли Божией И пошел Своей путем Ну согласно Мы Поскольку Мы не можем Понять цели Бога То мы И не можем Аперировать К тому Что Он для чего Он Самое интересное Что То что Человек Клонился Это тоже Новый Боли Божий Это не так Что он нарушил Любожию И все Различная Различная Интерпретация Но я Вообще Полагаю Что Как раз Бегли Она в этом смысле Интересна Что там Много Всяких Вещей Можно поговорить Взять Любую Ситуацию Любую Вот с этим С какой-нибудь Несчастной Эпизодической Женой Лота Которая Была Сказана Не Не оглядываться Она оглянулась И превратилась Соляной стол Здесь Можно Поговорить То и Можно Поговорить В этом У нас же Все-таки Учитель Литература В известном смысле Выступает Как врачитель Душ Единственной В школе А исторически Знаешь Что-то рассказывал Женам Булан Приезжал Да Вообще Это уже Доказано Какие-то Способы Исторические Археологические Что существовало Людоевство Просто прямое На территории Европы Ну конечно Существовало Просто я тебе говорю Что Если посмотреть Даже исторически То человек Действительно Был Звери На мамличе Конечно Существовало И должен Путь К своему Цивилизованному Состоянию Должен пройти И этот путь Это не буквально На раз Случается Это некие Как бы Постепенные Некие преобразования Ну вот Интересно Преобразования Библии показывают Да Интересно Вот эту Штуку Взять И поговорить Вот Можно Оглядываться С точки зрения Литературы Тут получается Опять же То что мы Когда-то Рассматривали Вариант Связанный С тем Что Либо Человек Становится Текстом Либо Он Вне Текста Вне Того же Так Вне Той же Религии То есть Или Того же Пятикниже То есть Он его читает Не как Не как Текст Священный Да Священный Ну я и говорю Что это С самого Начала Значит Подходить К этому Тексту С некой Атеистической Я считаю Что с позиции С позиции Истинно Верующего Человека Между светской И атеистической Позицией Никакой Разницы Для светских Людей Для атеистов Действительно Есть Разница Который Отрицает Существование Бога Ничем Не отличается От человека Который Верит Бог Потому что С точки зрения С точки зрения Верующего Христианина Что Светский Человек Что Атеист Разница Никакой Нет А светская Атеистическая Агностическая То ли он есть То ли нет Неизвестно И нельзя Насовременно Такая Такая Есть Вот это Светская Атеистическая Агностическая Позиция Это такая Верующая Как и Позиция Верующая Просто Она Нет Она она другая то есть что бога нет так же как и нельзя доказать что он есть и поэтому один утверждает что бог есть другие что его нет и те и другие на самом деле в одинаковых сильных утверждений да но вопрос только в том что проблема проблема верующие читаем пятикнижие они становятся этим пятикнижием они его воспринимают буквально по-настоящему они становятся этим текстом а ты либо атеисты светские они к этому тексту относятся как нечто внешнему и тескать они его не воспринимают как 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 документы мало действия да он равнозначен всему остальному существованию да она же у чего он туда или там столу для него это одно и тоже пятикниль ну вот как бы у нас же это мы живем в мире это знаем как все устроено люди же действительно относятся к библии достаточно как бы с пониманием и кто-то не это понимает то что там написано как книга там вот тут я бы очень очень бы в этом усомнился глядя глядя некого рода факты какие-то там это эти или призывы к прямому действию ничего там никто же так это не воспринимает так церковь так и трактует в прямом в прямом смысле не 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 воспринимается что история какого-то еврейского народа там историй было много всего ты не поверишь как как даже верующий протестант достаточно умный протестант ну как переслегин допустим такие вещи могут отмочить что вообще не получая вот значит переслегин записал видео которое не смотрел до конца объясню почему но он тип физического взаимодействия ну то есть рассказывал то что вам рассказывал несколько месяцев назад и потом он говорил о некоторых ошибках физиков каких-то распространенных там заблуждениях одно из них состояла в том что вот люди критикуют библию потому что там 8 тысяч лет назад всего лишь был сотворен мир как бы так и и и творение происходилось в жизни да но мы же не знаем что такое день что это просто какой-то временной промежуток может быть он был гораздо больше мы же должны понимать его дело совершенным образом правильно а не только как это сказано непосредственно в тексте я то хочу сказать что уже по себе громадное заблуждение является подходить к библию как источнику о мироздании как космологической гипотезе в этом и свете и состоит мой светский атеизм и научный атеизм нет никто так сейчас не подходит но переслегин вот подходит ну вот эта проблема переслегина все прекрасно говорят что это некородная метафора бог как-то создал да ну а до какой попова сам бог это метафора нет бог сам не метафора то есть а как получается свято святость причастия на метафоре или нет но например как у трактуется библии если случился поток то поток не мог случайно получиться это бог на самом деле довел поток ну да и задним числом к этому это прилагается неко объяснение что вот люди грешны как бы да и бог как-то как долго-долго а если и еще сидит а в рамге там под смоком мы же понимаем сейчас да что как бы можно объяснить нет но я я говорю что есть есть подход в позиция вот например светского атеизма на состоит что ты библию ты не считая что библии является источником каких то данных про космологии но ты считаешь что этот физика告诉 является а с dance является. Физика является данными по космологии. Второй-третий том Ландау Лившица, в смысле, тоже является данными по космологии. Нет, просто заблуждение, как бы Аристотель, невозможное движение без кричины. Да, понятно, понятно. Придем такие же заблуждения. Почему ты думаешь, что люди, не такие же, совершенно не такие же. Люди, писавшие Библию, почему ты думаешь, что они придерживаются некого рода своих взглядов и их времени, да, какие-то предрасположения. Нет, еще раз повторяю. То есть так же ошибались в чем-то. Есть, допустим, потоп там, я не у Бога. Есть позиции, есть определенного рода тексты, которые не претендуют на космологический статус, допустим. Подожди, то, что текст изнутри себя говорит о том, что это воля Бога, это, знаешь, я могу и Аристотель написать, что я не о себе говорю, а говорю об этом. Ну вот, библейский текст тут вот и не такой. Это не имеет отношения, потому что когда к тексту относятся как бы со стороны, как к некому историческому документу, не рассматривают, что он сам о себе говорит. Да. Что он говорит, что это воля Бога и прочее. Да. Потому что это бы означало, что принять неправильную позицию. А текты, как бы, да, люди, которые в этот текст как священные, они могут апеллировать к тому, что вот внутри говорится, что это зло, это текст, это написан по там... Что на кто-нибудь там... Нет, написан как бы этими пророками, да, и пророки, как бы и сам писали его там по наитию Бога. Ага. Но, как бы, человек, который участвует, не может так сказать. Он понимает, что это некий исторический документ. Люди писали в соответствии с тем, как они понимали, что культурно. Ну, не... Так вот, рассказ про шести днев... А в седьмой день тебе не удивительно, что Бог там, типа, почил, как бы, этого... Нет, не больше, чем... И первых шесть дней, не больше, чем... Но первые шесть дней. Нет, шесть дней работало, а в седьмой день обязательно надо... Ну, это не важно, шесть-семь дней. Нет, ну, просто это же... Даже из этого уже видно, что это некая метафора. Просто метафора... Надо было как-то рассказать, это... Как устроен мир. Вот на самом деле есть такая вещь, что все наши сказки, которые мы рассказывали, видели, как сказки, раньше не были сказки. Так смотри... Раньше это было некий... Я же рассказываю, что есть ситуация, есть некоторый текст, который надо понимать правильным образом. То есть надо посчитать, сколько же Бог творения... Сколько же денег занимало времени творения. Это первый подход. А второй подход, он, который говорит, что... Вообще говоря, мы даже... Такой вопрос, он нам не интересен. Мы к этому тексту подобного рода вопроса даже адресовать не нужны. Просто перед тобой художественный, литературный памятник и только. И не задумываться, сколько занимает... Сколько дней занимал. Вот я по этому... Это не агентическая позиция. Я не занимаю, занимаю позицию. А позиция, например, Переслегина в этом отношении, она обратная. Она, он пытается понять, это сколько же день. Сколько же день на самом деле занимал времени. Вот такого подхода не должен быть. занимался вычислениями. Да, да, да. Это было неправильно. Надо всю историю уложить в хронологию и так далее. То есть даже такие, вроде как, умнейшие люди этим занимались. И в этом это, опять же, было некого рода... Потому что традиция агрессивная. Это было такое время, когда я казал, что это важно. Казал, что это на самом деле это истина. Я слушал многим, так и кажется. Это не значит, что надо этот текст отбросить, надо просто от него... Я говорю, что не надо ему просто отнестись. Ну не атеистически. Действительно, надо к нему отнестись. Атеистически это тоже агрессивная позиция. Атеизм это тоже очень агрессивная позиция. Ну ты берешь... Ну хорошо, я его называю светским атеизмом. Светский атеизм является... Это очень здорово. Посмотрите его в эти все эти передачи. Понятно, что это агрессивная позиция. Такая же агрессивная позиция. У него атеизм. Она точно такая же верующая позиция. А есть светский атеизм. Он верит не в Бога, а он верит, что Бога нет. Точно такая же. И его вера точно так же видно во всех этих видео. Он как раз верит в Бога. Вера как таковая просто езди там и там. Вопрос только в том, что вокруг этой веры потом строится вокруг христианской веры строится определенная структура вокруг отрицания или там просто веры не знаю машины или вера там она в принципе по большому счету как правило Булат ничем не отличается вопрос только в том то есть само чувство веры оно одинаковое что там и там вопрос только в том что что вокруг этого строится какая структура строится вокруг вокруг этой веры понятно но в общем все по кругу пошли но можно еще что-то просто разные есть концепции богословские которые как бы оправдывают текст там ну понятно они его спасают нет нет просто даже и философы пытались тоже как бы некую те лице как Бог допускает что существует зло на земле да то есть пытались как-то это и философски оправдать на самом деле на этом относится просто правильно каждый раз правильно никогда не будет никаких проблем а переслегин это кто человек я смотрю что он это библист или как он откуда физик физик это по-моему Азимов тоже по прошлые шести дня тоже писал там у него есть там да а день же на самом деле тысячи лет ну да из бога день как из Изи Изюмов из Смоленской губернии да почему не Изюмов фамилия его Изюмов маленьким ребенком был вывезен в США и там поставился это кто Айзик Азимов Изи Изюмов с интересом узнал Гарри Гаррисона и то оказалась мама из Петербурга А у Боба Дилана у него из Литвы родственники из ГДС все такие телы жареные жареные темы они как бы не стоят того чтобы обсуждать в чем я имею ввиду что как бы в школе надо преподавать некого знания понимаешь которое не было бы сомнительным а все остальное как бы это на совести родителей там общество тут ходят дети там у церкви ходить да там ну это понятно понятно они могут ходить еще куда-то речь идет о преподавании Библии не как закона Божьего это очень важно понимать а как именно литературный памятник как основание некого культурного контекста проблема состоящая в том что может сходиться либо фашизм либо в ненависть там что часть счастья учеников поймет Библию как документ прямого действия всегда есть такого и таким образом получается вот это чтобы подводить итог чему Вербицкая по большому счету предлагает она предлагает начать преподавание Библии в школах и одновременно она предлагает того чтобы воспитать части детей в духе атеизма и антисемитизма ну понятно просто текст на самом деле сложный его если его рассматривать как литературное произведение оно требует каких-то филологических знаний да требует исторических знаний там куча контекста сколько уже написано книг там интерпретации там ну нет а здесь требует всего этого знания огромного это не школьная программа ну почему а чего о преступлении наказания или война и мир не школьная программа это тоже я считаю мелкая многих это все перед funeral и тамowanie это такой скppa так хорошо по новом качестве shечки к той же Influent egg я считаю верить на ум чтоб похудnai укажите не от Vault 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 WongOO с Вопрос тоже непростой на самом деле. По большому счету можно и Библию, и преступления и наказания. Вопрос только в том, в глубине того анализа, который предполагается дать со стороны учителя, а во-вторых попросить от детей, насколько дети это поймут, насколько дети это освоят. Насколько у них есть данные. А сколько учителя будут правильно это изгладать? Да, правильно. Даже написано, например, как бы там. Чисто забросать камнями, еще дети пойдут и забросать руками. Ну, это можно исключить. А вот вопрос о краже всего золота у евреев. А что кражутся за это золото? Там же куча запретов. И все запреты там обсуждаются, что и как. Учителя будут рассказывать, что такое молоки и так далее, что ли. Поэтому не возникает. Вы должны рассказывать об этом. А что нет? Есть опасность. Нет, это же, я говорю, что это текст, я говорю, не для школьного. Если какой-нибудь адаптированный текст, то, может быть, это просто в виде сюжетов каких-то библейских. Наверное, имеет смысл, может быть, там. Мифы Древней Греции. Мифы Древней Греции. Это же, на самом деле, мифы тоже были не мифами. Это же более серьезная литература. Именно относились серьезно. А сейчас мы относимся к этому как к сказкам. Точно так же можно эти сюжеты изложить, чтобы люди знали, какие-то... А вне школы, как бы, до родителей, там, их решают уже сами, что они, к какому объеме, будут они это учить, не будут. Просто это действительно... Это может быть идея быть очень простой. То есть, издать адаптированную версию Библии, такую совсем, а продажу чтения настоящей текста Библии запретить? Нет, не запретить, а просто сказать, это как бы, кто хочет, может, обратиться. Адаптированные жены между апостолом адаптированы? Ну, сказки какие-то милые. Милые сказки. Игорь, у тебя позиция провокационная. Ты хочешь сказать, что, в принципе, и хотел, наверное, сказать, что Библию надо как-то запретить или уничтожить. Нет, 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 такого не хотел сказать. Ну, зачем для него запровокация? Нет, нет, я просто хочу... Тысячелетие люди их читали, как бы, восхищались там. Ну, большую часть она была запрещена. Нет, в смысле... Ну, в российской традиции, да, точно. Она была запрещена, как бы, там, допустим, там, где-нибудь... Потому что переводы были запрещены. Раз, это первое. А, во-вторых, по большому счету, ее народ до начала XX века и не в состоянии был прочитать. Почему? Ну, 80% было неграмотно. Ну, я этого и не... Плюс перевод с этого самого... Церковнославянское. То есть 80% было неграмотно. Ну, по крайней мере... На церковнославянское. Да, его в церкви читали на церковнославянское. Народ приходил, его слышал, ничего не понимал. В результате текст был недоступен. Нет, ну что, здравствуйте. Что, там, 10 веков жили и все это читали, слушали, и ничего не понимали. Кто-то читал, кто-то читал. Кто-то не читал, кто-то не читал. Да и сейчас я повторяю вот этот пример. Можете вот кто-нибудь нас слушает, на своих родственниках и знакомых провести этот эксперимент. Спросите, сколько было евангелистов, особенно у верующих людей. И как их звали. Это простая вещь, которую человек вот немножко интересующий своей религией, он на него должен иметь ответ. А кто? Лука? Евангелие от Луки? Ну, ну, ну. Ну, хорошо. Давайте, давайте дальше, дальше, Александр. Вот у нас верующий товарищ. А, не надо верующий. Ну, еще кто? От Луки еще. Сколько хоть было-то их? Кого? Евангелие? Да. Хотя примерно, примерно, порядок. Нет, три, кажется. Хорошо, три. А кто? От Лукова назвали. Ну, давайте еще. А потом Иуда, да, был? Иуда, значит, Лука, Иуда. Да, да. Лука, Иуда. Еще кто? Иуда, да, еще кто. Как третьего-то звали? Иуда из Каевских. Нет, я подумал. Нет, нет, еще. Нет, нет. А где-нибудь, кстати, Иисус Христос, наверное? Нет. Да, Саша? Ну, смотри, Иуда, Иисус Христос, Иисус Христос и какой-то Лука. Нет, я не знаю, там, как бы... Лука, потому что он Лукавил. Лука? Лука, Лукавил, Иисус Христос, Иисус Христос, Иисус Христос. Нет, это ваша интерпретация. А, от Матвея или Матфейка? Ну, хорошо. Ну, Матфей. Лука, Матфей и Иуда, да, получается? Нет, Иуда, наверное, я берегнул. Тот, другой, третий. И это вот повсеместная ситуация. Вот она вот... Я не говорю, что я... Спасибо нам, Александр Дмитриевич. Проблема, смотрите, что Александр Дмитриевич не отцеливает на то, что он верующий христианин. Он верующий. А большинство людей, которые являются верующими христианинами, то есть не ходил с ребенком, они несут его куда-то, в купель его где-то там купают, они платят за это достаточно приличные деньги, какие-то достаточно, ну, большие. Платят его крестят таким образом, прикрестят. Так, а вообще, вот для тех, кто это не в курсе, или кто в танке, Библия и Пятикнижья, это что, это разные? Это не одно и то же, да. Пятикнижья – это часть Библии. Да это неправда, потому что есть еще там всякие. Ну, есть, есть, но большинство. Ну, вот я вот настаиваю, как раз, на это. Евангелие, Библия и Пятикнижья. Рассказываю, Александр Дмитриевич, представляю, на ради вас. Христианская Библия состоит из двух больших частей. Ветхого Завета и Нового Завета. Значит, Ветхий Завет... А на Ветхий Завет, значит, забыл из трех. Да и бось ты что-то. А на Ветхий Завет? Нет такого. Вот. Значит, Ветхий Завет начинается с текста из пяти книг. Так называемой Пятикнижья Моисеева. Священной книги на длине для людей. Ветхий Завет, то есть, в этом смысле, он одинаково почитаем и иудаизмом, и исламом, и хотя... И христианством. А есть еще Новый Завет. Он начинается не с трех, как вы думаете, а с четырех Евангелий. Зовут их Лука, Матфея, это правильно. А еще Марк и Иоанн. Марк и Иоанн. И они рассказывают историю, когда они были рядом с Христом, и ситуацию, когда он был распят. То есть, Старый Завет и Новый Завет, и еще и Библия третья, да? Нет. И все это вместе создает из себя Библию. Библия состоит из двух частей. Библия состоит из двух частей. А, вот так. Из Ветхого Завета и Нового Завета. И каждый из них начинается с самого начала, с некоторых этих вещей. Ветхий Завет, он вообще говоря, большой. Там ничего только не собрано. Но из них начало, начинается, и самое выдающееся место занимает пять книг Библии, так называемое Пятикнижие Моисея. Ну так вот, Ветхий Завет и Пятикнижие, да? Это то, что было до Христа? Да. А когда пророк Мухаммед, где он описан? В Новом Завете уже, да? Нет, он нигде Мухаммед уже не описан. Ни в коем случае. Он написал собственное произведение. Не он, точнее ему, Аллах дал. Коран. На самом деле пророки тоже вошли. Иисария, Иеремия. Иов, книга Иова, которую мы видим. Многократно обсуждали. Вот поэтому, может быть, Вербинская и собирается продвинуть идеи в учении Библии? Ну и чего, и много у тебя на них сюжетов культуры. Я тебе могу сказать, что в основном богословие, ну то есть не богословие, а как называется, богослужение, очень много. Богослужение, да. А сюжетов художественных нету с Соломомами, я что-то не припомню. Можешь припомнить? Припомнить. Ну там уже другие имена, на самом деле. Это же появится сейчас. Вот. Это вот таковая-то, что ли, песня Соломонова, ну так далее. Там это некий корпус. Ветхий Завет это увесистый том, где чего только нет. Собрано большое количество произведений. И Новый Завет тоже там кое-что еще есть. В основном это, значит, 4 Евангелия, Апокалипсис, День Апостолов и всевозможные. Кстати, в общем, в смысле адаптированного варианта. Никто же Платону нет, ну такую смесь, мы захотели издавать некую там греческую философию в школе. Кто бы тоже не стал бы править Платона читать в школе, правильно? Такой-нибудь адаптированный вариант того, что говорил Платон, что говорил Аристотель. Почему-то никого не дергать, когда из античной философии делают учебник. Почему не сделать, если уж приходят? Потому что это учебник истории, учебника общественного. Мы же обсуждали этот вопрос, что философию в школе преподавать не надо. А, Андрей, а физику? Почему он не изучает? Так, вот физика тоже может быть по трактатам, это физика. А их не изучают, потому что у тебя целью является физика, а не трактат. Трактат, а не трактат Ньютона. А у тебя здесь, а Библия является, у тебя целью является... История, как она может быть изложена по отношению одного народа? Ну, не является историческим документом. Не является. Не историческим документом, а вот как в МИПе Древней Греции. Только там нету такой истории. И там тоже не является. Там просто есть мифы... Так это надо преподавать в литературе тогда, а не в МИПе Древней Греции. Как бы читаем, нам интересно же это. И можно же там обсуждать, там есть какие-то взаимоотношения. А где они преподаются на стач-минике? В истории, нет? Мифы Древней Греции? Да. А где-то мы изучали. В истории где-то рассказывается, не важно. Это тоже важно, правильно? Это тоже счастье, которые у нас. Ну, это и так, и то точно так же. Ко всему можно было так относиться, понимаете? Да, но тогда у тебя будет совсем другое изложение. Она будет ты, 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 вот была такая-то такая история, а вот они, вот тут появились какие-то люди, христиане, у них была священная книга вот такая, там написано то-то, то-то. А кто хочет, может брать работу с Максом, там влевляться, читать, что он там писал. И один урок, и один урок. А какие-то там геленгольцев там и прочее. Ну чего, все, да-то-да. Конечно, вот мифы Древней Греции, да, действительно, мы читаем в первоисточнике, как говорит Булат, это... Просто в каком-то адаптировании. То есть даже здесь надо адаптировать и все, и читать. Вопрос только в том, что церкви, да, это не выгодно. Она отдельно может сама преподавать, как бы специально сделать, есть церковные школы и прочее. Дело не в этом. И это не правда. Дело в том, что как раз если мы адаптируем и в школе будут это преподавать, как некий, как говорит Игорь, исторический какой-то факт, который сам по себе существует, как художественное произведение, то дальше люди, заложив вот этот базис, они будут к этому относиться не как к религии или как к чему-то, а как к историческим, как к тем же мифам, да. Ну, были еще какие-то мифы, которые не существуют. Есть человек верующий, он будет углубляться, то есть даже через человек, допустим, становится верующим. Он становится верующим, если мы изначально правильно по... Володя, а человек, который поизучил что-то, физику в школе, пошел работать куда-нибудь, он просто физики будет знать только, что и в школьной программе, и все. Если он сам где-то не углубится, и что-то не почитает, и своих знаний где-то еще дополнительно не получит, то он как бы... Так у него останется все на этом уровне. Почему? Что-то плохого-то. Для того, чтобы изучить физику, нужно приложить очень много усилий. Для того, чтобы просто верить... Я уверяю, чтобы изучить Библию, надо приложить не меньше усилий. В филологии надо изучить древние языки, надо, по крайней мере, древнегреческие там. Надо как бы прочитать эти тексты, такой огромный том, на древнем языке там. Есть там куча всякого рода комментариев надо прочитать, как это в течение двух тысяч лет переходило, как трактовалось и прочее, трактовок. Это занимаются, это люди занимаются специально, это всю жизнь занимаются этим. Целая специализация. Только к религии это не имеет никакого отношения. Еще раз говорю, что я говорю, что... Вообще религия должна быть отделена от государства, и каждый имеет право... Правильно, так вот Игорь тогда и говорит, что Библия, чтобы религию... Тогда в школе нужно изучать Библию не как религиозный трактат, а как художественный трактат. С этого и начинались. С этого и начинались. Изучение Библии неравносильно вере в Бога, понимаете. И неравносильно, опять же, к тому, чтобы... Обязательно как атеистический трактат. Ну, хорошо. А вот вы говорите, это значит, почему вы, если в Библии написано про иудеев, да, и почему вечно идет переход на евреи, если это разные народы и разные понятия? И антисемитизм. Ну, вот как-то есть такая традиция, которая считает, что иудеи, и евреи – это одно и то же. Это не нынешнее тело. Я считаю, что в определенный момент евреи перехватили древние тексты и отождестили себя с людьми. Вот и все. В определенный момент это случилось, но это надо специально изучать. Я просто... У меня есть, как бы, я изучал древнегреческий язык, есть определенные наметки по этому поводу. Например, синедрион, например, оказывается перед древнегреческим словом, и это означает сенат, в смысле, древнегреческий сенат. И то, что этот синедрион, на кого это встречается, ну, понятно, тут надо какое-то вообще не делать. Понятно, что все названия каких-то учреждений, допустим, древне-иудейских, должны сохранить свою некую подоснову. Мы же когда, например, географические названия переводим на другую язык, мы же переводим не буквально, а пытаемся транскрипировать на своем. Иисус Христос, да, допустим, там, как бы, там, это некая адаптация на греческий текст, что означает, что слово Христос – это некая адаптация, да, на греческом варианте того, что это умеет. Ну ладно, хорошо, ну все. И точно так же, как бы, можно доказать, на самом деле, что ту письмо в момент перехвата, что евреи и евреи – это вообще разные, как бы, народы. Хорошо. То есть, как бы, так исторически в мире сложилось, что взяли и им приписали. Как-то они перехватили, в определенный момент древний текст они перехватили, себе приписали. А вот только этот текст они… А на греческом как же, если, говоришь, что вот, начали с того, что они… Есть версия, но, опять же, версия, как бы, не для этого. Ну, потом отрежешь просто. Ну, нет, давай мы все прекратим, а потом вы скажете, да.